Аварии, неосторожность и порой несчастные случаи нередко становятся причиной серьезных проблем со здоровьем. Но оказание высокотехнологичной медицинской помощи из федерального бюджета Иркутской области выделено больше 130 миллионов рублей. Еще 80 предусмотрено на финансирование полетов санавиации. Это позволит большему количеству жителей Иркутской области получить необходимую медицинскую помощь. Но иногда лечение в своем регионе невозможно. Например, из-за отсутствия узких специалистов или необходимого оборудования. В таком случае пациентов направляют в медучреждения других городов. Существуют так называемые квоты от государства на оказание высокотехнологичной помощи. Но чтобы ее получить, иногда необходимо ждать несколько месяцев. В экстренных случаях такого времени просто нет. Это одна из главных причин обращения пациентов в их родных благотворительные фонды. Из-за бюрократических проволочек собрать деньги порой быстрее, чем получить бумаги. И нередко обращение к меценатам для людей становится последней надеждой. Причин очень много. Но начнем с того, что, допустим, квот нет. Нет того узкого специалиста, который требуется сейчас и срочно этому ребенку. Заболеваний очень много. Не факт, что именно по этому редкому заболеванию мы имеем и медицинское, и техническое оснащение. Здесь, в данном регионе, допустим. Это ситуация по всей России. Слава Богу, мы большая страна. Но если не в другом городе, естественно, мы вынуждены обращаться к специалистам за рубежа. В прошлом году только силами Иркутского отделения Росфонда и неравнодушных людей было собрано больше 11 миллионов рублей. На эти деньги помощь получили 40 детей. Чаще всего в фонде оказывают поддержку ребятам с пороками сердца, заболеваниями позвоночника и тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Также нередко благотворителям приходится покупать расходные медицинские материалы и оплачивать пациентам дорогу до места операции.